Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала Кашпошница. С вами я, Наталья Петровская. У меня продолжается теперь битва не за урожай, а битва с урожаем. Урожай у меня не очень большой, но даже то, что выросло, естественно, мне жалко бросить. Это росло, росло и выросло. Правда, не совсем выросло то, что я хотела. Я хотела посадить вот такой физалис. Плодово-ягодный, очень вкусный. Вот такой, вот такой, вот такой. Классный. Но поленилась, сама выращивает рассаду проверенную и понадеялась на честность продавцов рассады. С трудом я нашла эту рассаду на Александровском рынке. Посадила 4 кустика и в итоге у меня вырос. Сейчас покажу. Вот такой физалис. На минуточку. Такой и такой, сравните, да? То есть это вкусный, десертный, плодово-ягодный такой. Его, знаете, им украшают торты, десерты. А это вот такое, можно сказать, безвкусное семейство посленовых, похожее на зеленые помидоры. Но я буду готовить из него салат, рагу. Часть мы съедим сейчас в горячем виде, а часть я тогда простерилизую и, соответственно, оставлю на зимний салат. Если вдруг вы выращиваете физалис или у вас много бурых помидоров, тоже подойдет этот рецепт. Итак, начинаем. Первый на первый надо вот так почистить от вот этой штуковины физалис. Чистим. Для салата нам потребуется репчатый лук, морковь, чеснок, болгарский перец, сам физалис. Если у вас нет, возьмите зеленые помидоры. Острый перчик, соль, черный перец, уксус. У меня яблочный, можно заменить на обычный. Яблоки, желательно кисло-сладкие. И любая зелень. Еще сахар. Забыла сахар. Овощи можно порезать, можно потереть на терке. Я буду пользоваться комбайном, потому что в зимнем салате, собственно, идеальная нарезка не так важна. Поэтому сейчас я все через комбайн пропущу. И это существенно увеличит скорость приготовления. Много лет я пользуюсь комбайном Orson. Не знаю, больше 10 или 15. Сейчас там новые какие-то модели, если хотите, посмотрите. Называется Orson. Они мне нравятся. Я за яркий цвет. Я очень люблю оранжевый с черным. Это вообще любимое сочетание моего мужа. Мне тоже нравится. Поэтому мы его выбрали. У нас вся техника дома практически этой фирмы. Ну что, можете резать, а можно сделать вот так. Я пользуюсь сейчас насадкой-шинковкой. Сейчас вам покажу, как он режет. Вот такие получаются четверть кольца. Для салата самое это он. Так, нам сейчас надо нарезать лук и бросить его в кастрюлю. Кастрюля у меня с толстым дном. Известной фирмы на букву Цептор. И вот она нагревается. Там внутри масло. Буквально пару минут и лук у меня классно нашинкован. Ну, я так считаю, для зимнего салата, вот даже не хочется мне заморачиваться с моей любимой строгалкой Бернера. Тем более, что лук кричит. Если у вас есть возможность готовить сейчас на мангале, готовьте на мангале. Я пока вот так готовлю. Лук отправляется в кастрюлю на пережарку. Ой, не знаю, кому не щипет лук, но не все время. У меня вся в слезах. Сейчас наша задача сделать морковку. Морковку для этого салата я порежу крупно. Ну, на крупной терке можно, на мелкой, видите, здесь с одной стороны мелкая, с другой крупная. Но мне кажется, что на крупной будет лучше, чтобы каша не превратилась, чтобы все-таки все овощи чувствовались. Давайте посмотрим, что тут нашинковалось. Отличные, мне кажется, для зимнего салата штучки. Но сейчас я не морковку отправлю к луку, а сначала перетру чеснок. Потому что с недавних пор я стала знать о том, что чеснок с луком лучше всего пережаривать, а потом уже добавлять все остальное. Тогда не будет горечи. Чеснок я тоже потру на мелкой терке, здесь же в комбайне. Моя задача быстро все сделать, со временем совсем туго. Давайте посмотрим, что с чесноком. По-моему, прекрасно чеснок потерт для салата. Супер! Чеснок отправляется к луку. Вы мне спрашиваете, спросите наверняка, Наташа, а яблоко-то здесь при чем? Во-первых, в яблоке очень много пектина. И пектин нам в салате нужен для того, чтобы, знаете, все фрукты и овощи подружились друг с другом. И чтобы появилась вот такая вот, знаете, густота, как в варенье. Какая вкусная, такая связующая структура. Также яблоки содержат, естественно, фруктозу, то есть это будет сладко, и кислоту. Яблоки прекрасные природные консерванты, поэтому уксуса можно добавить меньше. Сейчас мы обжариваем лук с чесноком. Прямо на большом огне. У меня, к сожалению, крупнее огня не получается, но как есть. Я пока почищу яблоки. Лук уже размягчился, стал таким приятно пахнущим, поэтому к нему отправляется морковка. Тем временем я почистила яблоки, но кожуру с них не срезаем. Убираем все косточки до одной и убираем, если вдруг там червячок заполз, еще что-то. Яблоки я точно так же под морковку потру на крупную вот эту терку. Но пока морковка должна соединиться с луком до такого приятного, всем известного запаха пережарки. Через 10 минут, после того, как вы опустили морковку, опускаем перец. Видите, перцу такая честь дана. Я его порезала вручную, так же, как и физалис. Буду резать вручную. У меня еще есть вот такой черный перец, он у меня вырос в моем огороде, это мой дебют. Я его тоже порежу и тоже сюда добавлю для красоты. Вообще, люблю, чтобы зимние заготовки были красивыми. Поэтому вот всех цветов туда и положу. Теперь наша задача порезать физалис. Значит, вот такой мы будем резать на 4 части, вот такой на 2. Он все-таки должен быть крупным. За что я люблю физалис? За то, что над ним не надо прыгать, как над помидорами. А по сути, он мало чем отличается по виду от помидоров. Я бы назвала его чем-то средним между баклажанами и помидорами. Все это семейство посленовых. Растет он сам по себе. Вообще, никаких хлопот не надо. Главное, вовремя сделать, вырастить рассаду, как показала практика, нужного именно физалиса. Вот. И, соответственно, собрать его. Не перепутайте с декоративным. Есть еще декоративный такой оранжевый физалис. Он сюда не подходит. Он горький, он несъедобный. Нужен именно овощной физалис. Его тоже я режу вот так вручную. И пусть он у меня такой красуется в этом салате. Зелень. Зелень мы добавляем любую. У меня будет сельдерей и петрушка. Что выросло, то выросло. Просто ничего другого у меня нет. Поэтому и будет вот такой сельдерей и петрушка. Стараемся, например, на одинаковые части резать. Вот такие мелкие можно пополам. Физалис мы будем добавлять в самом конце, после яблок уже. Но перед зеленью. Необычный салат, скорее всего, ваши знакомые не угадают, из чего он состоит. Вот здесь у нас все овощи размягчились. Добавляем яблоки. Яблок получилось большое количество. Три яблока я почистила сюда. Яблоки дадут сейчас сок. Здесь появится больше жидкости. И, соответственно, как я уже сказала, будет изменена структура этого салата. Сейчас можно накрыть, сделать поменьше. И он должен повариться 20 минут. Ну, вот смотрите, как изменилась структура. Во-первых, сока больше появилось от яблок. Во-вторых, пока, конечно, мы не видим вот этой вот желирующей, как бы, пектиновой штуки. Потому что пока, во-первых, не сварилось. Во-вторых, нужно время яблоку, чтобы выделить этот пектин. Но мы уже сейчас кладем сюда физалис, чтобы он дал свой вкус и смешался как следует с нашей заправкой. Пока ничего, ни сахар, ни соль, ничего не кладем. Будем это делать, когда уже вся жидкость перемешается, выпарится, что нужно. После этого будем добавлять все, что необходимо. И уксус, в том числе и в самую, можно сказать, последнюю очередь. Так, ответственный момент. Добавили соль, сахар. Сейчас уксус. И, соответственно, у меня яблочный, как я уже говорила. Горький перчик. И зелень. Так, зелень готова. Моя семья не очень любит острое, поэтому перчики маленькие. Их три штучки пошло. Вы смотрите по себе. Я забыла сказать, что я из специй еще добавила кориандр. Вот оно. Еще чуть-чуть подбавлю. Просто мы любим этот вкус. И добавила перец здесь горький и душистый. Но это как-то мы любим, поэтому я это всегда добавляю. То, что я вам говорила, вот такая консистенция у салата получается. То ли как икра, то ли как, не знаю, зимний салат, короче. Его можно и в холодном виде, вот просто как гарнир сейчас есть. А чтобы зимой, сейчас я закатаю, ой, закатаю, закрою. И поставлю, ну, смотри, от банок, наверное, 15 минут стерилизовать. Сейчас самое главное, чтобы немножко зелень там себя почувствовала, как у себя дома, так сказать. Слушайте, аромат стоит фантастический. Очень мне нравится. Ну, сейчас попробую. Горячо, но вкусно. Немножко недосоленый на мой вкус, но когда оно остынет, оно будет более соленым. Класс. Все как надо. О, баночки у нас простерилизовались. В духовке я это делаю. Ну, дальше все, как всегда, раскладываем. И это только необычно то, что мы сразу будем закрывать. Я вот раньше, значит, мучилась. Ставила на стерилизацию... Ой-ёй-ёй, горячее такое. Банки, которые не закручены были, потом закручивала. Ну, у меня есть болгарский друг Мирослав Миро. И он много лет занимался поставкой консервов в Россию. У него заводы, и он болгарские консервы в советское время еще поставлял в Россию. И он нам показал способ, мы варили лютинец у него дома, что надо сразу закрутить банки и поставить на стерилизацию уже закрытые банки. Это так облегчает процесс. Мне это так понравилось. Потому что вечно вот боишься, что что-нибудь там по горлышку, что-нибудь еще что-то такое там зальется. Потом закрываешь, вечно мучаешься. Он сказал, нет, на заводе так делают, и мы всегда так делаем в Болгарии. Я теперь тоже не мучаюсь, я теперь тоже, меня это вдохновило. Я буду так же закрывать. Закрываю в маленькие баночки, потому что мы любим, чтобы открыл, съел сразу и забыл. Место оно позволяет, но мы в этом году немного сделали заготовок. Мама там, правда, моя консервный завод открыла. Ну вот, так. Так, значит, сейчас крышечки какие-то, конечно, крышечкой. Сразу, значит, я буду закрывать. Если что не получится, виноват Мирослав. Но нет, все получится, потому что в прошлом году лютинца, которую мы сделали, и даже привезли из Болгарии, прекрасно стояла. Вот, никаких проблем. Так что закрываем, потом отправляем на стерилизацию. Ну что, стерилизация. Люблю этот процесс. Берем полотенчик. Ставим внутрь кастрюли. Банки закрытые, видите, закрытые. История с открытыми у меня уже закончилась. Спасибо Мирославу. Как раз все уместилось, отлично. И заливаем горячей водой. Ну что, кому банки, кому вареные банки. Вот они, варятся, стоят. Здесь вода горячая, сейчас у нас закипит. После закипания баночки небольшие, 10 минут, но 15 край достаточно будет. Вот, таким способом готовим заготовочки на зиму.